Премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня призвала европейских чиновников сделать еще одно усилие, как она выразилась, под нажатиными словами, для того, чтобы британский парламент согласился с планом выхода страны из ЕС. Глава правительства предупредила, что если план Брексита провалится, то Британия может так и не покинуть Евросоюз. Следующая неделя станет для судьбы Брексита решающей. Парламенту предстоит принять окончательное решение о форме выхода из Евросоюза. И сейчас в нашей студии наш обозреватель по европейским делам Юрий Вендик, который следит за Брекситом уже много месяцев и пытается понять, что же там происходит. Лично я, Юр, не могу понять, но может быть ты хоть пояснишь, на каком этапе сейчас находятся переговоры. То, что я сейчас говорил о том, что угроза Терезы Мэй, что Британия может не покинуть Евросоюз, это такая угроза, которую европейские политики говорят, что так прекрасно, мы и не хотим, чтобы покидала Евросоюз Британия. А еврооптимисты здесь, в Британии, в соцсетях на это отреагировали, буквально, Тереза Мэй совершенно серьезно, выступая в северном городке Гримсбей, который голосовал за выход из Евросоюза. Она своя автория сказала совершенно серьезно, что вот некоторые в парламенте у нас ведут дело к тому, что Брексит может и вовсе не состояться, а противники выхода в Британии в соцсетях сказали, ну и прекрасно. Ну это так, эмоциональная сторона дела. На самом деле мы о чем сегодня говорим, что на следующей неделе будет действительно решающее голосование, а точнее три голосования запланированы на вторник, в среду и четверг. Во вторник будет второе голосование по проекту соглашения о выходе, который правительство Мэй согласовало с Брюсселем, а парламент уже один раз отклонил огромным большинством 15 января. Потом, когда и если этот проект будет провален во второй раз, а скорее всего так, по прогнозам британских комментаторов и получится, в среду будет голосование о том, согласны или не согласны члены палаты общин на выход без всякого соглашения, так сказать, обвальный Брекзит. Хотя сторонники жесткие Брекзитеры называют его чистый Брекзит, а не обвальный, с более положительной коннотацией. И, наконец, если они решат, что они не выходят без соглашения 29 марта, как это должно произойти по плану нынешнему, то третье голосование в четверг будет о том, просить ли у Евросоюза об отсрочке, чтобы Британия 29 марта не выходила из Евросоюза, а получила еще какое-то время на улаживание вот этих отношений. Я уже сказал, что первый вариант маловероятный, а что насчет второго и третьего? Какой из них самый вероятный? Ну, сейчас считается самым вероятным, что в первый день проголосуют депутаты против проекта соглашения, во второй день против того, чтобы выходить без соглашения, поскольку это... То есть, против жесткого Брекзита тоже проголосуют? Да, 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 потому что... То есть, получается, третий вариант просить отсрочку, да? И, скорее всего, попросят об отсрочке. Евросоюз уже неоднократно говорил разные лидеры Евросоюза. И Мишель Барнье, главный переговорщик, и Ченев в Брюсселе, и министр иностранных дел в Германии Хайко Мастер, и Макрон, и так далее. В общем, они все говорили на разные лады примерно одно и то же. Мы готовы с огромным удовольствием предоставить отсрочку. Только объясните нам, а зачем именно? Да, Глеб, ну, Тереза Мэй говорит, что я не могу получить одобрение в Брекзите. Нам нужно согласовать новые условия соглашения. Насколько я понимаю, ЕС вот на это идти не хочет. Она говорит, мы уже согласовали, все, об этом речь не идет. Это решайте свои проблемы на Брюсселе. Да, 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 я напомню вкратце, там проблема в границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландии. Она должна оставаться прозрачной, потому что иначе, по представлениям политиков местных британских и ирландских, не будет работать соглашение 1998 года, которое положило конец вот этой кровавому конфликту в Северной Ирландии. И, соответственно, возникает снова опасность столкновений и беспорядков и всего прочего. И этот вариант урегулирования этого вопроса, который Евросоюз навязал вместе с Ирландией и Британией, он в итоге может вылиться в частичное экономическое отделение Северной Ирландии от Британии, если коротко говорить. Конечно, это британским политикам не нравится. Теперь Джеффри Кокс, переговорщик от Терезе Мэй, вот сейчас, чего он учит между Лондоном и Брюсселем, все время пытается добиться от Брюсселя какой-то юридической гарантии, что вот эта вот организация вопроса в отношении Северной Ирландии, она будет очень ограниченной по времени и обязательно будет отменена в какой-то момент. А Евросоюз не может дать этой гарантии по своим соображениям. Ну что ж, будем следить за этой ситуацией. У меня есть какие-то смутные опасения, что через три недели, когда должен, собственно, состояться Брекзит, его может и не произойти. Скорее всего, по состоянию на сейчас, по большинству прогнозов, так и будет. 29 марта не произойдет ничего.